Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот еще один сезон закончился. Сегодня 30 сентября, киплицы наши опустили. Сезон-то вроде бы закончился, заканчивается, но работ у огородников не убавляется. Потому что октябрь месяц это как раз то время, когда мы должны собрать все растительные остатки наши. Заняться дезинфекцией грядок в открытом грунте, если у вас было там какое-то заболевание. И обязательная дезинфекция в теплицах. Ее конечно делать не обязательно осенью, но или осенью, или весной, один раз за сезон. Мы должны наш грунт в теплице и стенки продезинфицировать. Вот я сейчас начну разговор о дезинфекции теплиц. И сегодня расскажу вообще о всем комплексе. Какие могут быть способы дезинфекции теплиц. Потому что вот кто у нас новички, они даже не представляют, как широк спектр обработок именно для уничтожения микрофлоры вот этой гнилостной. Сколько много, какой большой выбор. Так же как мы выбираем сорта, которые нам более подходят, так же мы должны выбрать обработку теплицы. Потому что вот если мы будем делать дезинфекцию грунта, бывают разные. Есть самый дорогой, самый трудоемкий, самый редкий, когда уже в крайних случаях это механический способ. Или есть самый простой, вот вообще самый элементарный, это термический способ. А между ними еще есть химический, есть биологический. Обо всех о них я вам сейчас кратко расскажу. И потом я постараюсь снять видеоролик о каждом виде дезинфекции. Например, если механический, про который я говорила, самый дорогой, самый трудоемкий, самый-самый-самый, его редко используют огородники вот так в частных своих теплицах. Обычно это на производстве. Что это значит? Механический способ дезинфекции теплицы. Это то есть верхний слой почвы, который вот, в котором несколько лет росли, например, росла одна и та же культура. Весь снимается 15-20 сантиметров. Весь убирается. И новый завозится. Все. Мы вот первые годы, когда были помоложе, мы с мужем делали так несколько раз, но частично. Мы старые не убирали, я просто его обрабатывала. И новую землю мы всегда 10-15 сантиметров навозили. Но делали мы это потому, что у нас земля очень бедная. И поставив теплицы, мы задались целью именно улучшить здесь плодородие земли. И вот мы все накладывали, накладываем для новой земли, а старую туда за... Но сейчас у нас уже все нормально. И вот этот способ механический замены грунта я почти не пользуюсь. Теперь я в лунки просто добавляю все. То есть обрабатываю вот грунт, вот как сейчас есть. Я убрала помидоры, сейчас все зачищу и буду обрабатывать каким-то препаратом. Так, механически понятно. Это он для нас трудоемок, для частников дорогостоящ. И очень редко кто-то делает это в крайних случаях, когда такая эпидемия фитофторы, что никак нельзя от нее избавиться. Это значит грунт этот вывести, положить новый, все. Дальше идет следующий, химический. Он тоже очень резкий такой, очень жесткий, убивает все. Но он более легкий. Как, что значит химический? Это значит, после уборки томатов, например, после зачистки растительных остатков, мы просто обрабатываем вот этот верхний слой грунта или медным купорусом, или марганцовкой. Способ действенный, но минус этого способа в том, что он вместе с гнилостной такой микрофлорой нехорошей убивает и хорошие грибки. То есть он убивает и фитофтору, и все полезные наши грибочки. И я уже говорила, что после такого жесткого, химического, ну после этой дезинфекции, потом нужно туда запускать опять полезную фитофтору. То есть весной поливать или фитоспорином, или чем-то. Восстанавливать вот эту микрофлору положительную грунта. Следующий идет биологический. Он уже не такой жесткий, более мягкий. И он как раз не трогает нашу, ну как, хорошую вот эту микрофлору. То есть убивает гнилостную микрофлору нехорошую, а хорошая остается. Вот как раз этим способом, нынче я хочу вот эту теплицу попробовать обработать. Потому что были годы, когда я обрабатывала и медным купоросом, и марганцовкой. Я испробовала уже все. Но нынче я хочу испытать препарат, о котором я вам говорила, когда лотки насыпала вот этот вот наш фитофлорес. Ни разу не пользовалась, нынче сделаю. Потому что тут написано, что убивает и фитофтору, и уничтожает гнилостную микрофлору. Я не знаю, есть у меня здесь фитофтора или нет. Томаты не болели, были здоровые, не было черных. Но для перестраховки, для подстраховки я все равно обрабатываю свою теплицу. То есть провожу дезинфекцию грунта ежегодно. Потому что я не могу знать, а вдруг там фитофтора начиналась. Просто она была в таком зачаточном состоянии. Ну, когда еще не видимая глазу. Но споры уже есть. И если я не обработаю, она весной, вот она вылезет. Поэтому обработку делаю все равно ежегодно. Хоть и томаты болеют, не болеют. Но вот они чаще всего не болеют. Но обрабатывать я все равно обрабатываю. И вот этот вот биологический способ, конечно, он хорош. Он мягкий. Он не убивает ничего. Я хочу попробовать вот этот фитофлорес. Когда буду делать, я вам покажу. Ну, но если все-таки яду, это мое мнение, если у вас здесь сильно было вот такое, как очаг заболевания фитофторы, то все-таки лучше, скорее всего, химическими препаратами все-таки обработать такими, как медный купорос, чтобы убило все. А весной уже тогда поселить сюда хорошие грибковые споры, все. Ну, и термический способ, это самый простой. Если вы видите, что у вас нет совсем тут заболевания, не было, если у вас все чисто, все в порядке, люди просто проливают кипятком, как бы опять для подстраховки, подстраховаться, чтобы, а вдруг что-то там нехорошее есть в земле. И вот они полили кипятком, закрыли пленкой, и все. И вот это пропаривание земли уничтожается 60-70% вот этой вот патогенной микрофлоры, и все. Но некоторые кипятком опять не любят проливать, жалеют червей, что вроде как поливая кипятком, можно убить червяков. Но это выбирайте сами. Все, я сейчас закончу. Вот я вам назвала, какие могут быть, есть вообще, существуют способы дезинфекции теплицы, то есть механический, химический, биологический и термический. Вот я вам называю четыре. Может быть, еще какие-то есть универсальные, там совмещают механические еще с биологическим и химическим. Это все, конечно, огород, это поле фантазии. Фантазии можно придумать хоть как. Выбирайте свой способ, обо всех способах отдельно я расскажу. Ну, а механическому я рассказывать не буду, потому что никто не будет, я думаю, из вас вывозить машинами землю и заводить машинами землю. Мы остановимся на наших, которые для частных лиц приемлемы. Это химический препарат, какие можно. Потом биологический, ну и термический в двух словах расскажу, что просто поливают кипятком и закрывают пленкой. Вот это все. И кроме этого, кроме грунта, еще нужно обработать все вот эти наши стенки поликарбонат. Это я весной показывала. Можно раствором марганцовки, можно просто горячей водой, можно фитоспорином. Тоже об этом расскажу. Тут очень много средств, которые можно применить. Но все, пока. Сегодня 30 сентября. Вчера, в мой день рождения, на мои плечи упал еще один прожитый год. И я с ужасом, я как-то не считаю свои годы, с ужасом заметила, что мне всего два года осталось до того, как я разменяю седьмой десяток. Выглядит, как вот когда скажешь, например, скоро седьмой десяток разменяю, звучит ужасно. Но так как я неисправимая оптимистка, я все-таки буду надеяться, что я разменяю когда-то и восьмой десяток, и девятый десяток. Планы строю и на 10, и на 20 лет, независимо от того, буду я потом в это время или нет. Но планы у меня уже все построены. Так что продолжаем работать, несмотря на то, что нам всем почти, большинству огородников много лет. Работаем и молодые, и старые наравне. Не забываем свои болезни, обрабатываем все, готовимся к следующему сезону. За зиму копим сил и снова. Все, до свидания, с вами Ольга Чернова.